На одной из тихих улиц небольшого городка жил любопытный мальчик. Его звали Али, но горожане называли его «мальчик-детектив». Однажды в их городке начали происходить загадочные события — потерянные вещи, странные следы и странные звуки. Али решил продолжить эти загадочные события. Взяв с собой свой маленький блокнот и большое любопытство, он отправился разгадывать тайны города. Сначала он начал свои исследования с потерявшейся кошки. Подсказки в саду его дома привели его к двери старого дома на окраине города. Детектив Бой собрался с духом и постучал в дверь. Когда дверь медленно открылась, перед ним появился старик. Мужчина, должно быть, почувствовал, что Али пришел разгадать тайны города, потому что он засмеялся и пригласил его войти. В этот момент началось настоящее приключение детектива Боя. Старик рассказал Али старые истории и забытые тайны глубоко в городе. С помощью этой информации детектив Бой попытался пролить свет на правду о потерянных вещах и странных следах. Со временем знания и смелость Али росли по мере разгадки тайн прошлого города. Однако однажды в их городе появилась реальная опасность. Проклятие, порожденное древней историей города, начало распространяться на всех. Али предпринял великую борьбу за освобождение города. Он пытался изменить судьбу города, исследуя старые книги, наполненные загадочными символами. Наконец, детективу Бою удалось снять древнее проклятие города. Горожане смотрели на него с благодарностью, и Али уже был известен не как детектив Бой, а как герой города. С этого дня Али служил своему городу и продолжал свои приключения, готовый разгадать еще множество загадок. На одной из тихих улиц небольшого городка жил любопытный мальчик. Его звали Али, но горожане называли его «мальчик-детектив». Однажды в их городке начали происходить загадочные события – потерянные вещи, странные следы и странные звуки. Али решил продолжить эти загадочные события. Взяв с собой свой маленький блокнот и большое любопытство, он отправился разгадывать тайны города. Сначала он начал свои исследования с потерявшейся кошки. Подсказки в саду его дома привели его к двери старого дома на окраине города. Детектив Бой собрался с духом и постучал в дверь. Когда дверь медленно открылась, перед ним появился старик. Мужчина, должно быть, почувствовал, что Али пришел разгадать тайны города, потому что он засмеялся и пригласил его войти. В этот момент началось настоящее приключение детектива Боя. Старик рассказал Али старые истории и забытые тайны глубоко в городе. С помощью этой информации детектив Бой попытался пролить свет на правду о потерянных вещах и странных следах. Со временем знания и смелость Али росли по мере разгадки тайн прошлого города. Однако однажды в их городе появилась реальная опасность. Проклятие, порожденное древней историей города, начало распространяться на всех. Али предпринял великую борьбу за освобождение города. Он пытался изменить судьбу города, исследуя старые книги, наполненные загадочными символами. Наконец, детективу Бою удалось снять древнее проклятие города. Горожане смотрели на него с благодарностью, и Али уже был известен не как детектив Бой, а как герой города. С этого дня Али служил своему городу и продолжал свои приключения, готовый разгадать еще множество загадок. На одной из тихих улиц небольшого городка жил любопытный мальчик. Его звали Али, но горожане называли его «мальчик-детектив». Однажды в их городке начали происходить загадочные события — потерянные вещи, странные следы и странные звуки. Али решил продолжить эти загадочные события. Взяв с собой свой маленький блокнот и большое любопытство, он отправился разгадывать тайны города. Сначала он начал свои исследования с потерявшейся кошки. Подсказки в саду его дома привели его к двери старого дома на окраине города. Детектив Бой собрался с духом и постучал в дверь. Когда дверь медленно открылась, перед ним появился старик. Мужчина, должно быть, почувствовал, что Али пришел разгадать тайны города, потому что он засмеялся и пригласил его войти. В этот момент началось настоящее приключение детектива Боя. Старик рассказал Али старые истории и забытые тайны глубоко в городе. С помощью этой информации детектив Бой попытался пролить свет на правду о потерянных вещах и странных следах. Со временем знания и смелость Али росли по мере разгадки тайн прошлого города. Однако однажды в их городе появилась реальная опасность. Проклятие, порожденное древней историей города, начало распространяться на всех. Али предпринял великую борьбу за освобождение города. Он пытался изменить судьбу города, исследуя старые книги, наполненные загадочными символами. Наконец, детективу Бою удалось снять древнее проклятие города. Горожане смотрели на него с благодарностью, и Али уже был известен не как детектив Бой, а как герой города. С этого дня Али служил своему городу и продолжал свои приключения, готовый разгадать еще множество загадок. На одной из тихих улиц небольшого городка жил любопытный мальчик. Его звали Али, но горожане называли его «мальчик-детектив». Однажды в их городке начали происходить загадочные события – потерянные вещи, странные следы и странные звуки. Али решил продолжить эти загадочные события. Взяв с собой свой маленький блокнот и большое любопытство, он отправился разгадывать тайны города. Сначала он начал свои исследования с потерявшейся кошки. Подсказки в саду его дома привели его к двери старого дома на окраине города. Детектив Бой собрался с духом и постучал в дверь. Когда дверь медленно открылась, перед ним появился старик. Мужчина, должно быть, почувствовал, что Али пришел разгадать тайны города, потому что он засмеялся и пригласил его войти. В этот момент началось настоящее приключение детектива Боя. Старик рассказал Али старые истории и забытые тайны глубоко в городе. С помощью этой информации детектив Бой попытался пролить свет на правду о потерянных вещах и странных следах. Со временем знания и смелость Али росли по мере разгадки тайн прошлого города. Однако однажды в их городе появилась реальная опасность. Проклятие, порожденное древней историей города, начало распространяться на всех. Али предпринял великую борьбу за освобождение города. Он пытался изменить судьбу города, исследуя старые книги, наполненные загадочными символами. Наконец, детективу Бою удалось снять древнее проклятие города. Горожане смотрели на него с благодарностью, и Али уже был известен не как детектив Бой, а как герой города. С этого дня Али служил своему городу и продолжал свои приключения, готовый разгадать еще множество загадок.